Здравствуйте, эфир ДПС. Меня зовут Анастасия Бойко. Смотрите сегодня выпуски. Усталость или невнимательность? Почему Рено Канго протаранил КамАЗ? Снег, фургая, гололедица. В регионе может увеличиться количество ДТП. Имитация погружения в сон. Автопроизводители придумали необычный костюм для водителей. В начале выпуска сводка дорожно-транспортных происшествий, которые за сутки зафиксировали инспекторы на дорогах Новосибирска и Новосибирской области. Мужчина на Тойоте не успел затормозить перед женщиной, которая начала пересекать проезжую часть улицы Волочаевской справа налево. Пострадавшая получила переломы и ушиб головного мозга. Сейчас женщина в реанимации. Пассажир Тойоты Витц погиб в ДТП на трассе К-17Р. Иномарка двигалась в сторону Новосибирска, внезапно машину занесло, развернуло и выбросило на полосу встречного движения, где седан врезался в Камри. Владелец Ниссан Санни поворачивал налево с Вилюйской на Выборную, но не пропустил Короллу, которая выезжала с улицы Рябиновая. Пассажирка Ниссана ударилась головой и получила сотрясение мозга. Автовоз протаранил легковушку на трассе Иртыш в Коченевском районе. Фура с полуприцепом направлялась в сторону мегаполиса. Водитель не успел затормозить перед Тойотой Королла Спасио, которая ехала впереди. У владелица иномарки закрытая черепно-мозговая травма. От госпитализации женщина отказалась. Мужчина с 20-летним стажем управления двигался на Рено Канго по Чуйскому тракту в сторону Барнаула. По предварительной информации уснул за рулем, поэтому автомобиль оказался на полосе встречного движения, где врезался в КамАЗ. Владелец Кангу скончался до приезда медиков. Хонда Аккорд направлялась по Бирскому шоссе на Университетский проспект. На скользкой трассе иномарку раскрутила и отбросила в металлический столб. У владельца седана сотрясение головного мозга, его пассажир получил перелом бедра. Снегопады и гололед придут в Новосибирскую область. В регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Столбики термометров опустятся до 15 градусов. Новосибирцев ожидают метели и мокрый снег. Также стоит быть особо внимательными на дорогах, не превышать скоростной режимы, быть готовыми к пробкам. Автомобилисты смогут сэкономить 2000 рублей при покупке машин благодаря отмене госпошлины. Речь идет о налоге, которую выплачивают водители при получении номерных знаков. В 2019 году ГИБДД прекратит выдачу номеров. Получить госзнаки автомобилисты смогут у официальных производителей, которые не будут взимать пошлину. Однако сочетание букв и цифр в номерах по-прежнему будет назначать госавтоинспекция. На АЗС Новосибирской области выросли цены на дизельное топливо. С 12 по 19 ноября дизель подорожал на 1 рубль 44 копейки. Теперь максимальная цена на топливо составляет 48 рублей 71 копейку. Средняя стоимость бензина не изменилась. На 14 копеек подорожал только бензин марки АИ-98. Далее в программе рубрика «Две беды» это подборка ДТП, которые произошли на территории всей страны, а затем ролики выложили в интернет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Машины с лазерами и особой звуковой системой пополнят автопарк Росгвардии. На сайте госзакупок опубликована информация о покупке спецфургонов. Комплекс воздействия будет включать в себя акустические и световые системы. Звуковой сигнал сможет подавать нарушителей на максимальном расстоянии в 10 метров. Также к нарушителям правопорядка смогут применять и лазер. Марка машин не указана, однако установлена максимальная масса – это 4 тонны. Цвет авто должен быть серым, мощность двигателя не менее 100 лошадиных сил. Общая стоимость закупки – 65 миллионов рублей. В Росгвардии отметили, что автомобили не являются оружием и предназначены для создания акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций. Сельские жители за две недели нарушили ПДД 58 тысяч раз. Население деревушки Акветика на севере Италии – всего 120 человек, однако именно там дорожная камера зафиксировала рекордное количество проступков. В среднем за час местные жители пренебрегают ПДД 170 раз. Лихачами в большинстве случаев оказались пожилые водители. Чаще всего они превышали скоростной режим. Они проезжали мимо камеры со скоростью 135 км в час при максимуме 50. Автомобилистов не смущали не только знаки ограничений, но и пешеходный переход, который находится в нескольких метрах от прибора фото- и видеофиксации. Американский производитель авто утверждает, что вождение в сонном состоянии так же опасно, как и употребление алкоголя перед поездкой. Для наглядности компания разработала сонный костюм. Специальные очки имитируют крайнюю степень усталости. В таком состоянии водитель может не реагировать на внешние факторы более 10 секунд. В костюм входит кепка, жилет, повязки на запястье и лодыжки. Общий вес экипировки превышает 18 кг. Благодаря этому создается эффект ухудшения внимания и физической усталости при переутомлении водителя. На этом все. Если вы стали свидетелем аварии на дороге, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту, адрес которой указан внизу экрана. Для вас работала я, Анастасия Бойко. До скорой встречи в ДПС на ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова